Главного таможенника области попытались иллюстрировать активисты из Совета общественной безопасности. К управлению на улице Гайдара пригнали бронетехнику. Начальника таможни Сергея Иванова ждали около часа, но на работе он так и не появился. Подробности далее. Несколько десятков спортивных ребят и БРДМ. Ставшая привычная одесситом народная иллюстрация постучалась в двери таможенного управления. Активисты убеждены, его начальник – коррупционер. Они сегодня реально являются не просто коррупционерами, чиновниками, как было при Януковиче. Они сегодня являются экономическими сепаратистами. Раньше люди выходили сбитыми, сегодня они выйдут с автоматами, с гранатометами. Во времена Януковича главный таможенник области не раз занимал высокие посты. По закону иллюстрации теперь его должны уволить, считают пикетчики. Десятый, тринадцатый год, начальник Харьковской областной таможни. Тринадцатый год, июнь, по четырнадцатый начальник полтавской мытности Миндоходев. Фактических доказательств коррупции на таможне у митингующих нет. Тем не менее, они убеждают, там не прекращают работать теневые схемы. Речь именно о его работе, о контрабандных схемах, которые здесь у нас в Одессе процветали, о давлении на бизнес, что вынуждает всех наших предпринимателей работать в таможнях в других регионах Украины. Тем самым на деньги не попадает в наш областной бюджет. Управление заранее взяли под охрану милиционеры. Ворота закрыли охранники, а сам главный таможенник на работе вообще не появился. А вы не работаете? А почему вы не пропускаете? Что есть, а не вообще, что там, что там... Активисты убеждены, теперь Сергей Иванов уволится самостоятельно. Он и его руководители должны понять народное послание. Если же это не так, пикетчики готовы вернуться. Тогда обещают выбросить чиновника в мусорный бак. Завтра нам налоговики не нужны будут. А послезавтра, глядишь, и президенты. Все будем делать сами. Если мы уже вместо Министерства обороны сражаем, мы воюем сами.